Приветствую вас и достаточно сложно объяснить людям, будучи родными, для вас и для мужа, что ваша жизнь это только ваша, и что в нее нельзя вмешивать. Родные люди ожидают, что они имеют право воскресковать, говорить вам, как поступать, оценивать, советовать и так далее. И вы знаете, очень важный момент в этом случае, в этой ситуации в том, чтобы грамотно, правильно, четко уяснить для себя, почему они это делают. Вот, серьезно, вы говорите, что ваши родственники лезут к вам со скандалами. Хорошо. А почему они это делают? Вот задайте себе такой вопрос, почему ваши родственники лезут к вам со скандалами. Что заставляет их так себя вести? Ну, наверное, какая-то личная заинтересованность. Наверное, какие-то свои собственные желания, амбиции, стремления, может быть, даже проекции. То есть, перенос на вас какие-то свои желания, конфликты и так далее. Вам лучше понять, почему они это делают, чтобы осознать, что их поведение направлено не на вас, а на себя. Они свои желания пытаются спроецировать, реализовать через вас. И диалог они ведут не с вами, а с собой, но через вас. И вы здесь оказались просто под горячей рукой. Что делать, зависит от ситуации, в которой вы оказались. То есть, если вы расходите с мужем достаточно мирно, по обоюдному согласию, то, соответственно, этой позиции и нужно придерживаться. Этой позиции и нужно придерживаться для того, чтобы последовательно доносить до ваших родных, что таков выбор ваш, вашего мужа, и вы имеете на него полное право. Родные к вам поначалу прислушиваться не будут, воспринимая то, что вы делаете, как некий каприз, как некое баловство, но это не отменяет серьезности того, что вы делаете. Это не смещает важности, ценности вашего выбора. И все, что вам нужно сделать, это, по сути, не позволяет родным людям вмешиваться в вашу жизнь. То есть, если вы живете отдельно, то, соответственно, на эту тему не разговаривать, проявляя безразличие. То есть, вам необходимо для начала понять, почему они это делают, да? Понять причину, уяснить ее. А дальше уже будет в большей степени легче проявлять безразличие. Потому что людям, разумею, вы ничего не объясните. Вы не сможете донести до них того факта, что это ваш выбор. И лишь только принятие реальности, принятие обстоятельств, которые неизбежны, смирение с ней, помынет вашим родственникам успокоиться. И они быстрее успокоятся, если вы перестанете как-то реагировать на то, что они вам говорят. А реагировать вы перестанете, если поймете их мотивы и причины, по которым они вам это все говорят. У них на этом мотивы есть, причины есть, вам нужно их осознать. После того, как вы начнете безразлично реагировать на их слова, они поймут, что разговаривать с вами на тему расхода с мужем не имеет смысла, ведь вы все равно не отмечаете. Вы все равно никак не поддерживаете этот диалог, эту тему. И, соответственно, рано или поздно, подобное вмещательство закончится, просто потому, что люди не будут видеть никакого результата своих усилий. Никто никогда не будет тратить своих усилий на то, что не приносит никакого абсолютного результата. Таковы люди. Но на это нужно время, терпение, выдержка с вашей стороны. И, если для этого нужно, я уже сказал. Понимаю, вы оказались в тяжелой ситуации, когда на вас давят люди, когда на вас давят окружение. В этой ситуации главное помнить всегда, не забывать, ради чего вы все это делаете и почему. У вас могут быть на пределе нервы, потому и еще. Да вам и так тяжело. А они на вас давят к тому же момент, а вот его поддержат. Я очень хорошо вас понимаю. Поэтому я могу сказать, что ваши родственники всерьез считают, что действительно вас поддерживают. Вот такова человеческая природа. Они и правда думают, что поддерживают вас. Ошибка, неправда, парадокс. Но они действительно в это верят. И вот этот момент также нужно понять. Почему? Потому что со стороны любые отношения кажутся совершенно не такими, какие они есть на самом деле. И людям сложно воспринимать отношения других людей не через призму своих установок, взглядов и мнения. Практически невозможно принять же отношения такими, какие они есть, в восприятии субъектов этих отношений. То есть человек должен возвыситься над своим взглядом, над своим мнением и допустить, допустить, что есть еще и другая точка зрения. А это всегда очень сложно. И порождает всякие, знаете, нежелательные трудности для самого человека. Поэтому большинству легче и проще воспринимать исключительно через призму своих взглядов. Ну, и что из этого получается, вы опять-таки видите. Поэтому не стремитесь что-то кому-то доказать. Придяйте вот свои позиции, не пускайте людей в свои личные границы через безразличие и пытайтесь понять, почему они поступают именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.